Ну что, тысячное видео на моём канале. Что же мне снять через этого? Может какой-нибудь ностальжи ролик в духе хэштега, где я бы вспоминал свой путь на ютубе? Хотя это несколько чсвшно, поэтому давайте просто разберём очередную китайскую консоль. Впрочем, для вас это только в радость, так что у нас сегодня? Вот такая коробка. И да, она стоит 5,5 тысяч рублей. По скидке. И ладно, пофиг, что она помятая, рваная, скинем это на доставку. Сама коробка максимально простая. Гейм, геймбокс, 3D игры. Да я понял, что в неё можно играть, спасибо. А можно там поподробнее, хоть картиночки какие-то? Видимо нет. Но в такой ситуации остаётся лишь только открыть и взглянуть, что там внутри. Эм, знакомый логотипчик? А это случай мне у Lenovo Legion такой? Хочется верить, что это не очередной перепрошитый ТВ-бокс от китайцев. Да, 4 года назад я уже делал видос ровно с такой же ситуацией. Там, кто не помнит логотип Lenovo, заклеили, дабы скрыть все следы первоисточника. Тут же вроде всё оригинальное. Правда, есть момент, которым я смогу убедиться только в самом конце видоса. Поймёте позднее, о каком я говорю. А пока что, друзья, что там в комплекте с консолью? У нас здесь два геймпада, пульт, всё-таки изначально это смарт-ТВ, провод HDMI, вот такой вот кард-ридер прикольный, и провод питания, который, кстати говоря, неплох визуально. Вот что-то хорошее, потому что геймпады это тихий ужас. По-другому не обзовёшь. Представьте себе смесь дуал-шоков и иксбоксовских контроллеров. Вот таких. А потом учтите, что качество здесь на довольно низком уровне. И тут претензии, кстати, абсолютно каждой детали, и по разным причинам причём. Логические X, Y, P и E просто туго прожимаются. Есть ощущение, что они вообще могут застрять в сжатом положении. При этом крестовина уже именно такая изначально. Как сказать, впала немного, хотя визуально вроде бы нормально. Но если нажимать, появляются вопросы. Стики по какой-то причине излишне тугие, а триггеры, ну, они по ощущению напоминают, будто ты работаешь на клавиатуре с тактильными свечами. Кстати говоря, я подумал, наверное, это не минус, даже как-то прикольно. Кнопками Start, Select и Home, сами видите. Так что прожимаются они еле-еле, и так и норовят застрять. Ну, конечно, всё это на батарейках и с адаптером. Вот тут, в принципе, ожидаемо. Ну и по основным вещам воняет знатно. А в руке, ну, нормально лежит. Проблема в том, что он суперлёгкий. Что, в принципе, также ожидаемо для китайских геймпадов. Тоже по приставочке. Она не сильно огромная, чуть больше телефона умещается в руке. Ну, правда, с некоторым натягом, но нормально. Но зато в плане стиля, друзья, давайте скажем честно, футуристично. При этом не забывайте, что данный символ ещё и светится будет. Круто же, одни плюсы. По портам же тут всё по стандарту. Даже есть обычный USB и USB 3.0. Конечно же, HDMI. Куда же без него, учитывая, что нужно всё это подключить к телевизору. Разъём для питания, слот для карты памяти, LAN и портики, о существовании которых я уже забыл. Я говорю про оптический SPDIF и аудио-видеоразъём. Как-то так. Ну, короче говоря, думаю, пришло время подключать всю эту красоту к сети. Но сначала... Эпик дроп. Огромная подборка дропа на любой вкус. И прямо сейчас на сайте идёт операция Jungle Blade. Получить которую вы можете на халяву, просто перейдя по моей специальной ссылке в описании. Короче говоря, экономия 600 рублей. А там, на каждом 15 уровне пользователь получит гарантированные перчатки и тайные АВП. Кроме этого, на сайте появилась временная мини-игра Prefire Battle. И он бесплатен для всех пользователей. Суть здесь проста. Затеров, нужно добежать ДКТ с ножом и убить. А играя за спецов, наоборот, с помощью АВП остановить врага. И за победу вы получаете призы, среди которых есть даже ножи. И ещё очень крутые мега-кейсы, которые выдаются за победы в режиме. Также на эпик дропе появилось 19 новых кейсов. По старинке оставляю промокод на экране, который даст доп. попытку в мини-игре, а также процент в пополнению. А теперь давайте включать эту красотку. Провод подсоединён, и теперь... А чё он не горит-то? Подожди, а он вообще работает? Аааа, я понял, в чём проблема, дорогие друзья. Он просто запускается в течение двух минут. Ну, понимаете, сложная техника. Очень много деталей, которые нужно прогрузить в системе. И, кстати, если вы думаете, сейчас я угораю, нет. Я специально нажал запись в тот же момент, как подключил питание, чтобы не прострать какую-нибудь заставочку для футажа. И если убрать все шутки, нет, он не прогружает сложную игровую ОС, какую-то уникальную. А запускает самый обычный эмулятор Emulek. Которую знает каждый из вас, как минимум, из моих старых видосов по китайским консолям. Да, конечно, я не спорю. Он круто выглядит, безусловно. Но я не помню, где ещё он так долго загружался, кроме вот этой приставки. В любом случае, вот главное меню. И выбор игры действительно впечатляющий. Потому что эмулятор. Всё перечислять не буду, но из интересного тут PlayStation 1, Nintendo 64 и PSP. За 5,5 тысяч рублей, наверное, это не так уж и плохо. Особенно, если всё это ещё и в эмуляции себя хорошо проявит. Из менее интересного, огромное количество аркадок, мегадрайвов, NES-ов и всего-всего. И они работают, понятное дело, хорошо. Но, что мне понравилось, тут есть даже раздел с хаками для мегадрайва. За это надо сказать спасибо автору, что накидал всего-всего. Кто не знает, хаки это, по сути, те же самые игры, но с изменёнными данными. Например, другой скин персонажа, меню, уровни и всё такое. Но в основном меняют лишь только менюшку и персонажа. Помните всякие GTA 5 на Sega и танки? Ну вот, всё это из той же оперы. Так что, если говорить про контент из коробки, ну, приятно такое видеть, безусловно. Разве что разобраться сложно, ибо подавляющее число образов тут на японском, китайском языке. Короче, иероглифы, хрен поймёшь. Следовательно, если вы не полегло, то прошу достать гугл-переводчик и наводиться телефоном на текстик. Кстати говоря, именно таким способом я поменял системный язык на приставке. Умом. Е. Что же насчёт нашего 3D-шного пиршества? PlayStation 1 залетела сюда вновь с огромной библиотекой игр. Но, да, хрен разберёшь. И вот в этот момент я уже подумал закачать какие-нибудь сторонние образы, Spider-Man, Crash'и и так далее, но решил потыкать существующие. И прикиньте, сразу попал на зегемонов. Круто же, а вот вам геймплей, кстати. Кайфово играется, да, друзья? И это я ещё вам вставил кадры, где фризы хоть немного доспадают. На этом моменте я уже тельц ловил, ведь, похоже, передо мной очередная китайская помойка. В других же играх ситуация не сказать, что была лучше. Хотя они работали, что, наверное, успех для данной приставки. Притом, тот же Nintendo 64 показал себя в плане эмуляции нормально. Ну, правда, сойдёт. Как бы то ни было, я всё равно решил чекнуть, что там с эмуляцией пихи. Как минимум, с надеждой на то, что хоть что-то запустится, там, в 2 фпс, и я скажу, что кал, и выкину эту приставку нахрен. И представьте, друзья, моё удивление, когда я увидел это. Если что, я не подгрузил ни одной игры. Авторы изначально всё сами засунули на флешку. И причём для PSP. Уточню для новичков. Это вообще нонсенс, чтобы они загружали столько игр для PSP. Ибо большинство из них просто не будет нормально работать. Так что в лучшем случае они либо вообще ничего не загружают, либо какие-то мини-игры и всякие не особо требовательные дерьмо проекты. А тут, ну, друзья, я не знаю, вернуть меня в нулевые с этой флешкой, я бы отсюда половину игр просто перекидывал бы на пиху. Это действительно хорошая библиотека. С огромным количеством культовых проектов. Но вы, наверное, задушитесь. А зачем? Ведь она же вряд ли будет всё равно работать нормально. Нет, спасибо, конечно, но вы видели, что там было у PlayStation 1? В любом случае, давайте сразу зайдём в GTA-шку. Обидно, кстати, что готовара нет. Там бы приставка вообще сгорела, учитывая, как уже к этому моменту она нагрелась. Но для теста Vice City Stories тоже сойдёт. Так вот, пожара не будет. Ну, я надеюсь. GTA почти не лагает. Как это работает вообще? Ну, как не лагает? Понятное дело, есть местами какие-то дропы FPS-а. И вот такие непонятные потери изображения, артефакты. Но последнее вообще пропало позднее. А первое появляется по минимуму. Я ещё просто пытаюсь вспомнить, а хоть какие-то китайские говноприставки могли что-то подобное вытянуть у GTA-шки? По-моему, нет. Хотя, вроде как парочка была. Но там цена явно выше, чем пять с половиной. Ну, ладно, подумал я и пошёл тестить другие игры. И знаете, везде, повторяюсь, везде она показала себя хорошо. Опять же, с некоторыми нюансами. Троттлинг местами был, безусловно. Но даже близко, не на уровне первой блоки, которая, ну, зависала намертво. Так что после этого мне стало безумно интересно разобрать эту приставку и глянуть, что там по охлаждению. Возможно, именно тут собака зарыта. И, кстати, почему-то я в этом уверен. А может, дело в настройке эмулятора. Ну, хрен его разберёшь. Ну, а теперь, друзья, мы перевернём монету и взглянем, вынув флешку, на другую часть этой приставки. Я говорю про её ТВ-боксную составляющую. Интересный момент, дорогие друзья. Она засветилась. Всего-то нужно было включить её в режиме, для которого она и создавалась. Кстати говоря, запустилась она быстрее, чем за две минуты. Намного. Но, в любом случае, что можно сказать тут? Ну, китайский ТВ-бокс со своей оболочкой. Можно, конечно, всякие Android-игры поставить и кайфовать. Но, естественно, на чё-то слишком жёсткое не рассчитывайте. Впрочем, я думаю, каждый из вас ожидал именно такой результат. А в плане использования, ну, я скажу так. Лучше нахрен снести эту ОС и поставить другую. Потому что разобраться, как работает эта хрень, удалять всю эту китайскую залупу, заколебётесь. Легче всё просто переустановить с нуля. Хотя, легче вообще это говно не покупать. Чем я занимаюсь? Ладно, забыли. Давайте глянем, чё внутри. И ого, китайцы, вы чё, ножку не смогли приклеить ровно? Открыв же это творение, гения, мы увидели, ну, охлад, как обычно, говно. Не, а если серьёзно, можно было ещё меньше поставить радиатор под такой проц. И, кстати, помните в начале ролика, когда я говорил про художественный фильм «Спиздили» от китайцев? Я сказал, что здесь тоже есть одно подозрение, но нужно сначала разобрать приставку. Так вот, я её разобрал и сразу же убедился. Перед вами название этой поделки. Но при этом всём, это ровно такой же Китай. Только они убрали название с корпуса и поменяли оболочку. А, и ещё стоит почему-то оригинал дешевле. Короче, ХЗ может быть реально те же самые ребята, но подозрительно. Воровать у своих же? Эх. Но всё-таки, как итог, как мне эта консоль? Говно. Как смартбоксы я это использовать не буду и просто из-за системы. Как приколюха с набором эмуляторов. В принципе, прикольно, но... Есть проблемы, которые я озвучил выше. Так что надо как-то решать. А пока что, всем пока.